Терапевта Аиду Цой смело можно назвать путешественницей. Родилась в Узбекистане, потом вместе с мамой переехала в Таджикистан. С будущей профессией определилась еще в школьные годы. Решила, будет врачом. Закончила в Душанбе институт по специальности лечебное дело. По ней же и работала. А 10 лет назад оказалась уже в Одинцовском округе. Мне нужно было, чтобы моим детям было какое-то будущее. Не очень с этим. Поэтому мне пришлось переехать сюда. О вакансии в Зареченской абулатории узнала от однокурсницы, которой здесь же педиатр. В коллектив влилась сразу же. И с пациентами повезло, рассказывает Аида. Мне здесь что нравится, что небольшой поселочек. И мы все друг друга знаем. И все друг к другу уважительно относимся. И мы к пациентам, и пациенты к нам. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, остеохондроз. Далеко не весь перечень жалоб, с которыми ежедневно обращаются к участковому терапевту. За более чем 30-летний стаж работы Аида научилась находить каждому пациенту свой подход и сохранять позитивный настрой. Когда люди приходят, благодарят, говорят спасибо доктор, вы мне помогли, мне стало лучше, или что-то предотвратили. Это самое хорошее наше вознаграждение от пациентов. Докторам остается и вне кабинета. Женщина признается, телефон никогда не выключает. Ведь бывает, что пациенты звонят и ночью. Она среди ночи звонила, инфаркт у нее случился. Я говорю, Валентина, что мне делать? Я говорю, во-первых, сначала скорую вызывайте. Несмотря на плотный график, медику удается найти время и на отдых. Выбираться на прогулку старается каждое воскресенье. С коллегами выезжаем, например, по последнее, у нас так завелось. По воскресеньям выезжаем в Москву. Экскурсии, катание на трамвайчиках водных, посещение каких-то лекций. Иногда нас в фармкомпании приглашают. Ну так, развлекаемся. На новом месте помогли и с жильем. Первое время приходилось арендовать. Последние семь лет Айда Цой вместе с детьми живет в муниципальной квартире. Год назад решила обзавестись собственным жильем. Висела я в воздухе все эти семь лет. Мы были просто зарегистрированы здесь временно. Прописки нигде у меня по России не было. Поэтому возникло такое желание что-то заиметь свое, чтобы была прописка. Воспользовалась программой социальной ипотеки, которая действует в регионе с 2016 года. Документы собрала быстро и стала владельцем уже собственных квадратных метров в новостройке. Пока в квартире голые стены. Ремонт только в планах. Но стиль уже продуман. Хай-тек. Все будет в светлых, спокойных тонах. Отмечать новоселье семья Цой планируют осенью следующего года.